Я извиняюсь, Вадя, из твоего чата случайно увидел вопрос, один вырвал тут случайно, чуть его не пропустил, что с бустером? А, короче, давайте объясним ситуацию, которая произошла со Славой. Ничего страшного нет, давайте я вам объясню его последнюю фразу, которую он сказал, чтобы вы к ней не приебывались, я вас очень сильно всех прошу, можете там каждому своему другу это сказать. Ребята, он сказал фразу, когда он расстроился в конце стрима, он сказал, что так-то, так-то, я запущу стрим, когда разбанят Вадю, не нужно ждать моего разбана, не нужно, просто я вам говорю, я не хочу раскрывать все секреты и все, что сейчас происходит, связанные с моим разбаном, но его не нужно ждать, понимаете? Как бы вам так сказать? Как такового шанса на разбан, его нет, понимаете? То есть должно что-то произойти такое серьезное, чтобы меня разбанили, и тогда да. Вы должны понимать, что Твичу сложно разбанить человека, который постоянно нарушает их правила. Я нарушил правила 6 раз, и возможно стримера бы другого забанили на четвертом, понимаете, пермачом. Я вам просто говорю, не нужно ждать моего разбана, и Слава это погорячаясь сказал. у меня были моменты когда мне ребята говорили то есть доходила какая-то информация что да есть шанс что разбан вот информация будет а дата тадата я радовался я настолько этого ждал что были моменты когда таки были так классно я даже братишкин об этом говорил я не знаю зачем конечно он говорил что вот меня там заебала эта тема что я вижу постоянные посты там что у меня разбанят у меня не разбанить ему написал говорю типа вов мне писали что меня разбанят то есть у меня была эта информация потом эта информация уходила потом информация другая приходила то есть типа понятно дело что я радовался я хотел вам это донести то есть его написал ссорить там если за делаем салти по что ну не по все окей типа нет никаких проблем просто говорю что типа моего разбана ждать не нужно представьте что его не будет никогда и если когда-то когда-то по каким-то причинам он наступит будет заебись а то есть типа и слова эту фразу сказал я не знаю зачем и он сто процентов на днях запустит стрим потому что ему нужно там отбивать рекламу и все это дело то есть типа я просто ну горя очень сильно переживал за то что даже слова иногда когда слова не переживать я знаю что я все равно за него переживаю нас такая ситуация знаешь бывает что мы заходим дискорде грунтина так хочется как будто типа ну чё типа опять какая-то хуня произошла ткану да типа там я расстроился и послал вот расстроился включился леонтьев который то мой блин у меня онлайн там у меня блин то ну собери что-то на стрим ну придумай что-то на стрим новое ну и будет онлайн люди что есть понимаешь мне говорю у меня настолько много людей дискорд в телеграме который пишет да условно же нормальный онлайн по 30000 пристать они до так давно не заходили что типа не даже не знаешь что у него онлайн упал и типа как минимум у него есть twitch хочет хочет и ну то есть он относится к ютубу больше с любовью чем к твичу потому что ему больше нравится записывать ролики нравится что его ролики очень сильно хорошо набирает просмотров нравится что он заходит рекомендаций но у него есть twitch twitch как ни крути это самая лучшая платформа для стримов но youtube ну ну даже алё 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 хелл стор уже более пяти лет переносит сотням тысяч людей радость сайт имеет два игровых режима рулетка и монетка рулетки вы ставите ставку и в зависимости от того сколько поставили другие игроки вы получаете определенный процент на выигрыш если вас пять человек каждый поставил по 10 долларов то каждый имеет по 20 процентов шанса на выигрыш общего банка в 50 долларов а вот если вы поставили 300 долларов а другие игроки по 40 то ваш шанс забрать общий куш сами понимаете очень велик что же за режим монетка или же coin flip вы видите кучу комнат смотря от того насколько вы богаты залетаете в одну из них после подбрасывается монетка если выпадет ваша сторона то вы забираете предметы соперника шансы у вас 50 на 50 вот так круто а также можно саму создать комнату на coin flip поэтому чтобы стать немножечко богаче переходи по ссылке в описании вводи мой промокод roffles который даст тебе 60 центов просто за регистрацию делай богаче свой инвентарь вместе с хелл стор вот просто прикол в том что youtube не то что близко он настолько далеко что это не объяснить то есть ютубе нет ничего youtube это видео хостин это стриминговая площадка но твит твит тоже разделал видео хостинг свой он провалился наху типа тут нельзя приступить мне кажется другом экран а и мне должен новую ссылку скинет мне у меня тоже звать тоже вроде ой я ваши ссылки спалил слышите я просто говорю к тому чай блин новость игры что типа слова вот этот тильту поддался на наговорился ребят я вам скажу так бывает у всех такое же все таки ну у всех людей бывает у меня тоже как-то ребят знаете был 30 онлайн а потом сталами потом воде запустил а потом перестал стримить скажу такую тему которая может сейчас ждать нас очень-очень жесткие перемены могут быть потому что слова я не знаю то есть это точно принял такое решение лет но как вы знаете на трансляции виду мы слышали что слова решил выйти с расписания потому что ему надо больше стримить я не знаю как он это будет делать я ему запрещать не имею права что-то поэтому это если будет уже на желание если он выйдет с расписания то скорее всего на 5 часов станет строго если мы обговорим и возможно сделаем полную цепочку двадцати четырех часовую но я еще не знаю точно будет это или расписание по пизде уже пошло дома но нам нужно решить с караваем это очень важный вопрос но это мы решим потому что ему нужно стримить потому что он обрывает цепочку и получается возможно вместо славы потом будет будет ваня но это тоже это все не сто процентов ну ладно ладно вать хорошо раз в месяц ладно раз ты настаиваешь ваня так ваня спасибо вот я говорю что типа короче просто говорю что типа есть шанс что будут какие-то перемены но я почему-то всегда держусь того что лучше какая-то стабильность то есть вот понимаете как она есть как она есть вот один за другим стриме тот за другим стриме лучше это так и оставлять если это работает почему это не оставлять у меня например там все ладно это это есть мой прокол в том что мне все говорят братан ты заебал там делать турниры вы всегда должны понимать что когда у вас что-то начинает получаться вы становитесь заложником этой ситуации я немножко переборщил с призовыми я всегда хотел вас удивить я хотел такой думаю у ребятам ебать им будет интересно что призовой 100 тысяч блин классно что будет призовой там 200 тысяч уже вообще очень сильно понравится я не я помню этот амонкас который я сделал с призовыми 30 тысяч я помню как многие поугарали и даже там писали стрим инсайде в чате писали типа ебать ты там чё блять денег больше нет что-то из 3 призовой 30 ты сделаешь и я тогда понял что типа ну я немножко перекормил аудиторию вот этими вот цифрами обесценили да вы обесценили типа полностью призы хотя по факту призовой в 5000 рублей для одного человека это прикольно ну чё ты типа ты просто провел прикольно время сделал контент еще там теперь 10 тысяч упала почему бы нет приятно или какой-то скинтом например типа я тут ну это типа я считаю что это мой жесткий прокол поэтому типа я говорю даже вот это манкас который был я сказал ребят сколько будет лайков столько я подарю подписок то есть теперь под 30 подписок было бы стоп опал тысяч лайков я подарил бы 100 подписками типа понятно что это мне тоже в плюс пошло не говорю что типа скорее всего фрик скваде какие-то перемены будут ближайшее время но типа сильные бы перемены сильные перемены будут если я все-таки меня разбанят и я буду сейчас следить за контентом я буду смотреть кто как будет действовать то есть я напишу ребятам сейчас многим то есть кто не активничать я им напишу я у них спрошу что и как сейчас происходит если они не будут активничать я наверно даже не буду писать поддержкой нами просто ребята напишу чтобы они просто вышли со склада просто еще типа короче тема такая что я говорю со слова ничего плохого нет мы сегодня поговорили он зашел ко мне в DS Krieg все хорошо я не знаю что он будет сейчас сделать есть мы с ним не поговорили конкретно что он будет будет у находить расписание не будет он выходить расписание типа и как он будет сейчас двигаться но видно что он расстроен видно что он хочет взять какую-то паузу и возможно ему это пауза нужна но ему нужно разобраться с рекламой вот и все просто а так там все нормально то есть это был такой один стрим которым он расстроился так все все норм честно этого баны здесь хуйней за ебаных ожиданий что друг не разбанит я сидел типа умирал осмотрю на twitch у ребят есть твич стрим у них есть твич и не сразу тильтую слова сидит там расстраивается блин мне там онлайн упал так ебать так подайми нахуй понимаешь окей хочу на полу лежит